День 904 Джон, их слишком много, они прорываются Я не могу стабилизировать экран управления Что это за хуйня? Мы не справимся Народ, соберитесь Это дерьмо реально происходит Черт Это дерьмо реально происходит Космоломы За 12 часов до этого Чертовски рано Надеюсь кто-то умер Привет Джон, это Рич Нет, у меня планы с сыном Прости друг, Энди заболел, только ты доступен Позвони Ларри Все еще лечится Алкантара Он со скотуней Что еще нахуй за со скотун? Есть только ты, Джон, ты единственный Кусок ебучего дерьма Блядь, скахуйский мамоебарь Джон, ты же в курсе, что я тебя слышу? Я не такой, Джон Алло 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 А что, если я отдам полсмены куки И ты будешь свободен в полночь? Ладно Кто сегодня в команде? Космолом 0.06 Томас Коллинз Космолом 0.67 Эллисон Сучка сломала мне нос Космолом 0.70 Сет Парк Получи, сука Дай мне кусок пиццы Быстрее Сет, уже пять Тебе не пора на работу? Заткнись И заткни свою жопу Заткнись Обратный ее тебе, тупица Тебя застрелил главный хуй сосун Да кто себя так называет? Эй, хуй сосун, ты меня слышишь? Ты труп, сука У меня большой хуй Я главный хуй сосун Скажи своему брату Дэнни, ты опоздаешь на работу? И своей маме Космолом 0.89 Дэниел Блять Совершенно верно, Алекс Космолом 0.51 Джон Дуглас Сегодня мы увидим комету Локи Такие кометы очень редки Если в 5.25 ты будешь спать То пропустишь событие, которое бывает всего раз в жизни 5.25 утра Кто пропустит Локи, те лохи Смотри, пап, смотри Вот так Спасибо, приятель, ты мой спаситель Комету смотреть едете? Да, в интернете пишут, ее лучше смотреть на ручье Барибалов Возможно, мы с моим сыном тоже поедем туда после работы Чем ты занимаешься? Работаю на сверхсекретную космическую программу Сбиваем астероиды Ясно Еще раз спасибо Пока Осторожно, там Суки Я еду сзади Доброе утро, Том Шучу Добрый вечер Да Я слышал, ручей Барибалов, лучшее место Да, там супер Правда? Да Ну ладно, значит ручей Барибалов Отлично, увидимся в 9, пап Да, слушай, тут такое дело Меня ненадолго вызвали на работу Я думал, у тебя выходной Да, был Но я работаю только до полуночи, а после будем только мы с тобой Джон И привет, Лиза Привет Снова собираешься бросить сына? Нет Я приеду в полночь Нет, это важно для Дилана Да, я тебя слышу, я знаю Я в любом случае не приехал бы до 9 Джон, я тебе не верю У меня 2,5 личных часа 3 часа, Джон 3 часа Ладно Ты не можешь постоянно все вешать на меня Дилан весь последний месяц говорит только об этом Да Джон, ты несешь ответственность за своего сына Я тебя теряю Привет, ребята Давай сюда мой бейджик Как проходит день, Чак? Спасибо Голову вниз Эй, чувак Вот так А ты могла бы работать со мной здесь, Лиза? Какого черта ты творишь? Нет Все посмотрите на небо Нет Это неправда Проверено Джон Дуглас Это ты ведешь себя неразумно Нет, не нужно себя так вести Как дочь? Да Алло Как ее зовут? Алло Дженнипер? Дженнипер? Блять Милая имечка Ты моя единственная надежда Джон, спаси меня Спаси меня Положи это Нет, это мои яйца, чувак Я не буду их трогать, положи Нет Проверено Проверено, Дэниэл Как жизнь, братан? Ты хотел сказать, Блэк, чувак Привет, Сет Я ничего не прячу Я образцовый работник Че, серьезно? Серьезно? Это мой хуй Хочешь посмотреть? Вот блять Нужно побольше фальшивой охраны Блять Блять Поверить не могу, что эти люди объебали нашу страну Надеюсь, это безопасно Просто я не доверяю этим чертовым мексиканцам Том Только то, что вы стары, не дает вам права быть расистом Я не расист, Элисон Я просто не доверяю цветным людям Ладно, Дэни, теперь ты мужчина Просто войди туда Черт Часто сюда приходишь? Что? Центр управления там Привет, Элисон Я думала, у тебя выходной Я тоже Хреново выглядишь Ты можешь работать? Ты всю смену будешь с собой? Это место разваливается Да 40 лет у Рязани бюджета делают свое дело Кто сегодня в команде? Дэни, Сет и Том Суперкоманда Знаешь, ты нарушаешь всего 5 правил ночных смен Не по своей воле Кроме того, вторую половину смены берет на себя Куки Когда я стану начальником отряда Буя! Добро пожаловать в звездолёт Круто Прайс Видите? Мы включаем эти лампы, когда уровень желтый или выше Ладно, это очень мило Мы поняли Гарри Вот сегодняшние траектории Только Огр и пара Орков Термистер А в четвёртом ряду забил тревогу Командный буфер переполнился Так что технари установили этот чёрный ящик утром Это всё? Так да, сегодня Дэнни за симулятором И Рич прислал кое-кого для наблюдения за вами Чтоб меня Это возмутительно Эй, мы можем начинать Можете присесть Так, давайте включим проектор Отлично Поехали Содержимое этого ролика является политинформацией Для сотрудников комплекса по управлению астероидами Немного устарела Да уж 65 миллионов лет назад Мезозойской эре пришёл конец Когда в Землю врезался массивный астероид И уничтожил половину всех видов на нашей планете В 1960-м в Роузвелле, штат Нью-Мексико Разбилось НЛО На борту находилось инопланетное существо Которое утверждало, что в течение следующих 100 лет Земля пройдёт сквозь пояс астероидов Похожего размера и что мы обречены И если только... Дэвид, что у нас на сегодня? Вот, сама почитай Что за поведение? Извини, что-то не устраивает? Возможно, мне не хватает профессионализма Ка брось, Дэвид Ничего личного, просто хотела быть честной Знаешь, в следующий раз, если тебя что-то не устроит Скажи мне это прямо в лицо Или хотя бы выходи в коридор Привет, Дэвид Пизда Сам пизда Как там мой ниндзя? Держу его чёрным Супер Намасте Чувак, а где сука Сет? Главный поток идёт через четвёртый блок Справишься? Проще паренной репы Готово Мой человек Национальным достоянием просто так не объявляют Да Ты национальная жопа К тому же О, да А вот и хуй, о котором я говорю Джей-Джей Поставим на уши это место Поехали, братан Как дела вообще, Николас? Обычное каждодневное дерьмо Я уже опаздываю на свидание Эй, твоё свидание подождёт Она типа шлюха Это твоя мама шлюха Моя мама домашняя шлюха А не уличная, как твоя Ух ты Ты только что назвал свою маму шлюхой Это очень впечатляет Я это запомню Побегу к своей киске Эй, надеюсь, ты подхватишь спид Да, знаете что? Я надеюсь, что вы все подхватите спид Кроме тебя, Том Ты мой друг Ничего Он у меня уже есть Немного рановато начинать, Сет Извини, но ты могла бы вмешаться Когда охранник теребил мои яйца За работу В итоге был построен Коа Комплекс по управлению астероидами Объединив инопланетные технологии С американскими ноу-хау Коа создал 4 спутника истребителей астероидов Пик развития технологий 60-х Но подлинным сердцем Коа Стали самоотверженные люди Управляющие этими птицами Эти люди образцы мастерства Характера и психической устойчивости И в сочетании с напряженными тренировками Эти космоломы Представляют первую, лучшую и единственную защиту Против астероидной угрозы Добро пожаловать У вас будут еще вопросы? Да А кто такой курящий Иисус? Субтитры делал DimaTorzok А потом какой-то урод йо-йокнул меня с разворота. Света, что тут такого? Что значит, что такого? Это сучный приемчик. Но технически все законно. Да, но если кто-то применяет дешевый трюк, чтобы замочить меня в меча-роботе, он мудак ебучий. Кажется, кто-то не умеет проигрывать. А ты заткнись. Думаю, Элисон права. Ты тоже заткнись, Денни. А ты что думаешь, Джон? Нет. Видишь? Сосни. Но, Джон, ты не считаешь, что Сет... Постой. Извини. Просто, чтобы все знали. Меня здесь нет. Я не здесь. А где я? Ты не здесь? Очень хорошо, Денни. В данный момент я отдыхаю в своей постели, а позже собираюсь забрать сына и отвезти его посмотреть на комету. Так что не стесняйтесь вести беседу, о чем пожелаете, о видеоиграх, венерических болезнях, правилах, цветных людях. Но знайте, что сегодня меня здесь нет. Я мертвец. Для вас я покойник. Так. Джентльмены. Рич, пара объявлений. Аттестация, что вы проходили на прошлой неделе, еще не закончена. Что? Да, Элисон. Для всех, кроме тебя. Собственно, если ты сможешь собрать всех, считай, что это уже сделано, Рич. Приятно видеть, что кто-то берет на себя роль лидера. Сегодня у нас наблюдатель из Министерства обороны. Он будет наблюдать, как Дэнни сосет мой хуй. Я бы предпочел этого избежать, если вы не против, мистер Парк. Это Остин Прэтт. Он будет наблюдать за вашей работой. И поможет ее улучшить. Похоже на урезание бюджета. Нет, Джон. Это просто обзор. Нет, это чтобы урезать бюджет. Как бы там ни было, я проведу собеседование с каждым из вас. Может, начнем с экскурсии? Дэнни, покажи тут все. Хорошо. Что это было за хуйня? Что? Ты прекрасно знаешь, что... А, это были медленные аплодисменты. Джон, это все серьезно. У него есть полномочия, чтобы закрыть всю программу. Да. Значит, если я достаточно сложаю, то приеду домой пораньше? Всего одну ночь, Джон. Мне нужно, чтобы ты и команда действовали профессионально. Считай, что это уже сделано, Рич. Мне пора домой. Ладно, но я здесь только до полуночи. Да, конечно, но до того момента покажи лучшее, на что способен. Серьезно? Да. И ты позволил Дэнни провести экскурсию? Да. Джон очень злится, но так веселее. Больше цвета. Спасибо, Дэнни. Спасибо. 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 Вам спасибо. Спасибо. Я с удовольствием проведу экскурсию. Спасибо, Элисон. Как же круто. Зачем ты их ешь? Ты знаешь, сколько протеина в одном крутом яйце? Шесть с половиной грамм, придурок. Я стану качком. Как Брэд в бойцовском клубе. Потрогай мой трицепс. Потрогай. Блять, не трогай мою руку, сука. Я так устал. Я скажу тебе, насколько. Если бы сейчас сюда вошла 18-летняя девчонка и села ко мне на колени, я бы ее трахнул. Но я так устал, что не смог бы этим насладиться. Том, здесь Элисон. О, простите. Занялся любовью. Даже если бы она захотела, чтобы я занялся с ней любовью, засунув ей пальцы в жопу, Том, веди себя прилично. А что? Я старый. Старикам разрешается говорить обо всем, что они пожелают. Пойду-ка я прогуляюсь нахуй. Поражаюсь, насколько ты похож на своего отца. Да, мистер Коллинз, вы всегда так говорите. Твой отец был лучшим нашим стрелком. Никто не умел управлять в ручном режиме лучше Карла Чена. Я думаю, это потому, что... Да, тонкие азиатские пальчики. Значит, часто сюда приходишь? Что? Часто приходишь сюда? Что? Что? Что ты сказал? Ты что-то сказала? Это ты что-то сказал? Ты что-то ска... Эй, чувак! Не самые большие, но наверняка мягкие. Не подкрадывайся ко мне. Я просто говорю тебе... Ботанчик, сейчас все сексуальные телки пошлые. Вообще все. Да что ты несешь? Не пойми мне, неправильно. Всегда весело отлизывать у такой. Но, скорее всего, ты подхватишь себе герпес. Вокруг рта. Вот что самое худшее. Сет. У тебя психические проблемы. Просто говорю, что возможно, у этой отлизать безопасно, потому что она, скорее всего, чистая. Посмотри на нее, посмотри. У нее на лице написано, она хочет. Сет. Сет, прекрати. Сет, хватит. Эй, вы. Что вы там делаете? Что? Мы просто работаем. Просто Дэнни все болтает о том, как бы у тебя отлизать. Что? Нет. Джон. Сет. Дэнни. Сет. Осел. Хватит. Да, Дэнни, хватит. Никакого уважения к женщине. Тупой осел. Дэнни. 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 Я все вижу. Дэнни. Как, по-твоему, какой сказочной принцессой мог бы быть я? Лысый и страшный? Обидно. Что бы я предпочел? В. Полет на ковре самолете. Думал, ты боишься высоты. Боюсь, но тут сказано, что бы я предпочел. Я бы предпочел быть такой принцессой, которая летает на ковре самолете. Мне кажется, ты слишком глубоко копаешь. Просто хочу быть точным. На этой аттестации всего два тупых вопроса. Вы мужчина или женщина? Мужчина. Отправить мои результаты друзьям? Да. Что там написано? Принцессы, это бабы, хватит быть геем. Обидно. Да. Здравствуйте, мистер Коллинз. Здрасте, как поживаете? Я задам вам пару вопросов. Не обращайте внимания на камеру. Это для моего отчета. Не стесняйтесь ко мне обращаться. Назовите свое имя, пожалуйста. Том Коллинз. Дата рождения. Как напиток. Вас на самом деле зовут Томас? Да. Значит, не как напиток? Нет. Вы работаете здесь уже 40 лет. Расскажите мне о курящем Иисусе. А, курящий Иисус, наш внеземной спаситель, помог нам создать Коа. Но после этого его сородичи велели ему больше не вмешиваться. Почему же он по-прежнему здесь? Он не говорит. Он ничего не говорит. Кто-то скажет, что он за нами наблюдает. Но знаете что? Я думаю, дело в сигаретах. Он просто чертов наркоман. Нет. Я не утверждаю, что Тхаквандо слабый вид. Это просто херня. Ты не знаешь, о чем говоришь. Я парень, конечно, я знаю. Его традиции уходят вглубь веков. Да, а слезняки существуют миллионы лет. Это не делает их крутыми. Ладно, а какое боевое искусство тогда не херня? Бои без правил. Что? Ты серьезно? Ты просто придуриваешься. Нет, я на полном серьезе. Они научно разработаны, чтобы надирать твою задницу, сука. Поэтому и называется бои без правил. Все ясно из названия. Леди. Черт. Дэнни, блокируй автоматику. Том, в машинный зал. Немедленно. Немедленно? Цуб полностью вышел из строя. Спутники не отвечают. Мы должны запустить резерв. У нас Огр через шесть минут. Сэд, ты со мной. То, что я азиат, не означает, что я силен в математике. Чертова расистка. Эй. Нет, означает нет, Элисон. Джон, пересядь за пульсета. Не могу. Читаю журнал. Это что-то новенькое. Собрался тренировать команду сына? А что? Брошу все это и начну смотреть, как мой сын растет. Зачем мне это? Ну, отец тоже часто пропадал. Я думал, он грабитель банков. А ты что сказал Дилану? Секретная шпионская работа. Думаю, еще год, и он начнет верить в то, что говорит обо мне моя бывшая жена. А что она говорит? Что я мешок дерьма. Что это? Ну, мешок дерьма это лучше, чем просто скромный кусок говна. Сет. Эй, попробуй это. Кстати, я могу надрать 99% этих жоп, потому что много смотрю Spike TV. Думаешь, просмотр какого-то шоу делает тебя экспертом в кунг-фу? Скрипт не работает. Кунг-фу самое крутое из боевых искусств. Попробуй вот это. И да, я могу надрать кое-кому огромную блядскую задницу. Где носит Тома? К нам приближается Огр. Погоди-ка, ты думаешь, что можешь надрать мою задницу? Ну, конечно. Хотела бы на это посмотреть. В любое время, малышка. Нравится? Том, у нее получилось. Она все проебала. Это плохо. Да, у нас всего 4 минуты до следующего события. Эй, Джон. Не обращайте на меня внимания. Пожалуйста, продолжайте. Так, народ, мы имеем дело с Огром. Том, желтый уровень тревоги. Желтый уровень тревоги. Дэнни? Подтверждаю. Траектория определена. Светимость 4.8. Том, может лучше без света? Корректируем траекторию Орга. Сет, координаты 3, 2, 1 на 6, 7, 8. Выполняй. Эллисон, 3, 2, 1 на 6, 7, 8. Нацелена. Опять? Какого? Что происходит? Ничего, все как всегда. Огр? Это из Властелина Колец. Тогда, в 60-е, команда начала сортировать астероиды согласно расам в книгах. Вот этот размером примерно втрое больше того, что уничтожили де... Иисус! Ты же знаешь, здесь нельзя курить. Том, Том, нам нужна эта система сейчас. Ёбаны в рот. Начинайте обратный отчет. 5 долларов, что я разъебу эту суку. Идет. 3, 2, как только будешь готов, Том, 1. Готов. Огонь. Огонь. Блядь. Как я узнал? Всего 1 микросекунда. Нахуй это. Это все мисс обратный отчет, она меня подвела. Ничего не произошло. Почти ничего. Траектория Огра изменена на 1,64%. Похоже на повседневную рутину. Да, это наш хлеб-масло, мы делаем это каждый день. Если все так рутинно, могли бы автоматизировать процесс. А почти так и есть. Все может сделать один человек. Но это всего один пример. Ты просто король всех идиотов. Вот твои 5 баксов. Ты их заслужил, дебил. Ты их заслужил? КОНЕЦ Так, ладно, я бы выпил колы. Сыграем в спуф? У нас аттестация. Эй, Том, хочешь выпить? Нет, я уже выпил, но я сыграю. Джон? Меня нет. Да брось. Для хорошей игры нужны пятеро. Ладно. Сделаем это. Сыграем в спуф. Итак. Еще раз для старика и девственника. Все зажимают по три монеты в руке. Все пробуют угадать. Тот, кто назовет верное количество монет, спасен. Повторяем, пока Дэнни не проиграет и купит всем колы. Всем понятно? Ладно, поехали. Все вытяните руки. Том? Тринадцать. А я назову десять. Очень хорошо. Что я скажу? Девять или семь? Так, побыстрее, придурок, нам работать нужно. Так, здесь спешка неуместна. Девять. Восемь. Джон. Ну, судя по тому, как ты зажимаешь эти монеты, Сэт, у тебя их три. У Эллисон всегда две. Дэнни считает своим ртом и насчитал одну. О том, все монеты Тома падают через дырку в его кармане. Значит, у него нет ни одной. И поскольку у меня монет нет, выходит волшебное число шесть. Ладно. Блять. Шесть? Шесть! Мне, пожалуй, апельсиновую фанту и стаканчик льда. Он всегда жульничает. Всегда. Он всегда. Да. Жулик. Да неважно, хуй с ним. Давайте еще раз. Хорошо. Просто, чтобы не было никакого недопонимания. Полночь. Не беспокойся, Джон. Куки приедет. Надеюсь, что да. Я ведь уйду. Если ты уйдешь, мы потеряем работу. Рич. Рич. Больше никого нет. Прибереги эту чушь на другой случай. Ладно? Просто убедись, что Куки появится. Когда я стану капитаном, я запрещу эту игру. Надоело смотреть, как Сет пытается расколоть чурку. Ты меня не знаешь. Дэнни, вот у нас чурка. Я азиат. Очень смешно. Только не хуярин на пролом, ладно? Иногда лучше просто перехуйнуть. Ладно, вытягивай руку. Вытягивай, готов? Ты готов? Ноль. Мамоёбарь. Что, нет ни одной монетки в руке? Эй, посмотри на этого хотелку. Он знает, что я угадал, как хищник. Я сидел и выжидал момент, чтобы наброситься, как змея. Сука. Один. Ах ты, мамаёбарь. Я перехуйнул, Джон. Эй. Хуй-ёк справился с работой. Нет. Перестань быть таким хуем, ладно? А что? Я тот главный хуй-сосун. Что? Что ты главный хуй-сосун? Нет. Я главный хуй-сосун. Нет. Хуй-сосун. Ты сказал, что ты хуй-с... Эй, народ. Том. Он говорит, что он хуй-сосун. Он хуй-сосун. Хуй. Сосун. Хуй. Сосун? Это ты, тот ебучий мудак. Ты ёёкнул меня в ёбаном меча-роботе. Я применил разрешённый приём. Нихуя. Нихуя. Я замочу тебя сегодня, ёбаный... Не нравится игра? Не играй. Мне, пожалуйста, доктор Пеппер и стаканчик льда. Кстати, деревенский парень, не пытайся увеличить свой член в моих глазах. По-моему, я ещё никогда не пробовал хуй-сколой. Не рекомендую на пост начальника, Джон Дуглас. Примечание. Не готово. Том, ты серьёзно? Нет. Мне без хуя. Пошёл нахуй. И ты тоже. Мне тоже без хуя, пожалуйста. Ты труп. Хуй-сосун. Элисон, ты такая смешная. Если станешь начальником, я буду работать на тебя в любой день. Как и его отец. Чёртов, целователь задниц. Спасибо, мистер Коллинз. Всегда пожалуйста. Ты не замечал, насколько широкое значение имеет слово «мамоёбарь»? Его можно добавить к чему угодно. Вообще-то, это два слова. Я думаю, что это общеупотребительная форма словесного стяжения. Независимо от того, что за этим стоит. Тупой «мамоёбарь», ленивый «мамоёбарь», злой «мамоёбарь», завидующий «мамоёбарь», безумный «мамоёбарь», ебущий маму «мамоёбарь». Конечно. Значение может быть и позитивным. Крутой «мамоёбарь». Умный «мамоёбарь». Красивый «мамоёбарь». Талантливый «мамоёбарь». Жизнь «мамоёбарь». Нет, это плохо сочетается. Снисходительный «мамоёбарь». Уже лучше. Самооценка. О, ништяк. Это займёт всего пару минут, а затем можешь вернуться к тому, чем ты там занят. Хорошо. Итак, по шкале от единицы до пяти оцените свою профпригодность. Три. 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 Даже хотя я и лучшая кандидатура на должность нового начальника отряда, я знаю, что мне ещё есть куда расти в профессиональном плане, так что однажды, когда я стану начальником отряда, для спасения Земли не будет лучшей кандидатуры. Это такая херня. В старые добрые времена людей увольняли сразу, без лишней ебли. Зачем всё это? Они не собираются нас увольнять. Им просто нужно оценить нас по шкале от лучшего до худшего. Значит, по шкале от одного до пяти. Оцените свою профпригодность. Три и семь. Что, серьёзно? Надо же, это так странно. Я поставил себе 3,8. Да не гони. Эй, не нравится игра, не играй. Ну, если ты 3,8, тогда я минимум 3,8. Знаешь, после глубокого и тщательного обдумывания... Да, я знаю. Я определён на 3,9. Что? Ладно, я тоже тогда 3,9. 4,0. 4,0. 4,5. Ребят, это очень важно. Из-за вас у меня будут проблемы. 4,6. Что? 4,7. 4,7. 4,8. Это уже слишком, ребята. 4,8. 5,0. Так что выкусит домосед. Знаешь, наверное, всё же 4. Только осёл поставит себе 5. Хуй. Лучше сдайте меня в утиль. Ты проебался, осёл ебучий. Я думаю, ты заслуживаешь пятёрки, Дэнни. Ты шутишь? Разве ты не выкладываешься на все 110%? Да. Разве планета уничтожалась во время твоей смены? Нет. Значит, ты заслуживаешь пятёрки. Это... Это возмутительно. Никто не заслуживает пятёрки. Все заслуживают пятёрки. Это наша работа быть лучшими. А их работа говорит нам, что мы недостаточно хороши. Класс. Класс. Йохо. У нас все отличники. У нас все отличники. Пять. Пять. Лиза. Чего тебе? Просто информирую, что в 12 буду свободен. Так что собери его. Слушай, оставайся на работе. О чём ты говоришь? Комета не появится до пяти утра. Он уже спит. Он встанет. Не приезжай. Джон, Джон, я еду. Что? Вообще-то его здесь нет. Что? Эй, ты не мог бы? Я немного занят. Ладно, тогда позже. Вообще-то его повёз Роджер. Я же сказал, что приеду. Ладно, приму это за да. Клёво, да? Клёво. Отлично. Ты много чего говоришь, но в основном, извини, я застрял на работе. Сейчас я этого не делаю. Отлично. Клоти трубку. Куда они поехали? Я ложусь спать. Где они, Лиза? Знаешь, если бы ты любил сына так же, как любишь работу, я бы тебе сказал. Где? Всё путём, Дилан. Мы доберёмся до этого лагеря ещё до появления кометы. Кому-то не помешает музыка. Привет, это Дилан. Оставьте сообщение. Пока. Джон такой... Я сожгу твой блядский дом нахуй, но сначала ты у меня отсосёшь. А я такой... Только не так хуёво. Только не так хуёво. В чём разница между нами... Нами и другими людьми? Я не понимаю, к чему ты это говоришь? То есть ты говоришь... Кто я такой, чтобы давать тебе советы насчёт человеческих отношений? И ты прав. Потому что я был женат шесть или семь раз. Неважно. Многовато. Две умерли. В результате несчастного случая, так сказать. Ты же ел киску своей жены? Ты ел киску жены? Ты видел жопу своей жены, когда она лежит на животике? Ты её видел? Она блондинка? Рыжая? Брюнетка? Это значит, что волосики в жопе, а не цвета манго. Да, цвета манго. Ты когда-нибудь ел жопу своей жены? Ты ел её жопу? Ел? Том. Как Ивана, на вкус. Как жопа. Верно? В чём мораль этой истории? Уверен, ты мне скажешь. Женщины любят киску. И ты любишь киску. Ты соревнуешься не с теми людьми. Переключись на хуй. Твой лучший план – переключиться и взять в рот, чтобы я увидел хуй в этом рту. Прямо сейчас, размыкающий твои губы. Вот так. Вот так. Ты сосёшь хуй? Сосёшь? Сосёшь? Попробуй, Том, хватит. Ты будешь его пробовать? Я к нему равнодушен. Вот в чём штука. Штука в том, что я прожил свою жизнь. Я её прожил. Я прыгал голым без парашюта. Я бегал с быками. Я ел печень рыбы-фугу. Разве это не самый опасный нейротоксин в мире? Я бы так и не сказал, парень. Так что завари свой ебало. Я хочу, чтобы ты научился использовать будущий опыт. Я гарантирую, если всё будешь делать правильно, проживёшь жизнь, как я. Видишь, нихуя тебе не нужна ебучая баба. Посмотри на меня. Мы с Дэнни стрелки. Мы каждый управляем двумя боеголовками и сбиваем камни. А помощники управляют спутниками? Да, но в чрезвычайной ситуации стрелки могут переходить на ручной режим. Ручной режим? Это когда мы берём полный контроль над птичками. Типа как ебаться без гандона. И часто вы переходите на ручной режим? Простите? Ручной режим. Спаривание без презерватива. Ну, типа, никогда. Но каждые три месяца мы тренируемся на симуляторе. По никому не знакомому сценарию? Фактически никто не переходил на ручной режим больше десяти лет. Это не означает, что мы не сделаем это завтра. Как вы стали членом космоломов? Турнир по видеоиграм. Один из наших способов набора. Я был самым молодым кандидатом из всех, кого рассматривал Куа. Значит, вы самый молодой член отряда? Нет, самый молодой Дэнни. Понятно. Значит, это Дэнни был самым молодым кандидатом? Нет, на тот момент это был я. У него и баллы выше. Нет, это все хуйня, чувак. В тот день я отравился. Так что же, мистер Парк? Что вы думаете о своем пребывании здесь? О да, класс. Похоже, меня увольняют. Позвольте перефразировать. Каковы ваши впечатления о вашей рабочей обстановке? По-моему, все круто. Мы настоящие профи. Что, думаете, кто-то справится лучше? Ладно, слушай, тупица. Ты же не мертв, так... А значит, у нас, ебать, сто процентов показатель успешности. Дорогой ценой. Ты издеваешься? Я получаю 50 штук. Бюджет невелик, мистер Парк. Если честно, мы тратим слишком много денег на взрослых мужчин и женщин. Весь день, плюющих потолок. Нет, послушай, офисный хуй. Мы каждый ебаный день спасаем мир не ради денег и славы, а потому что так надо. Я бы работал здесь, блядь, бесплатно, и все остальные. Работать бесплатно? Интересно. Джон. Джон, ты куда? Ну, скоро приедет Куки, после чего я отправляюсь в горы искать своего сына. Где мой бейсбольный мяч? Отлично. Нахуй этого долбоеба! Мудак! Мамаёбрь, блядь! Что случилось? Ничего, этот урод хочет заменить нас компьютерами. Этого не будет. Компьютеры вечно лажают. Вашингтон это знает. Я об этом и говорю, Том. У компьютеров нет драйва или мотивации, нужной для этой работы. Это наше дело. Моя лучшая линия обороны. Мы нужны миру. Да, точно, отлично сказано, Сет. Большая игра. К тому же мы работаем... Здесь не ради денег. Какие деньги? Пизду деньги. Мы работаем ради любви. Да? Да. Хорошо, потому что я, кажется, заработал всем урезание зарплаты. Что? Ты о чем? Что? Какого черта? Боже, я тебя ненавижу. А-а-а-а. Тонкин. А-а-а. Тонкин. А-а-а. Сет. 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 Мудак. Что? Сходите с Томом на перерыв. Эй. Том убитый. Что? Опять? Черт! Том, проснись. Том, проснись. Том! Эй! Какая мерзость. Джон! Джон! Элисон тебя хочет. В постели. Эй, это смешно. Заткни ебальник. Кто-то должен это убрать. Да. Наверное, снова запивал таблетки вином. Очнется через пару часов. Нет, к нам приближаются орки, и Прэд будет наблюдать. Это проблема Куки. Нет, Джон, ты должен все разрулить. Это твоя работа. Что это значит? Не важно. Просто, чего ты от нас хочешь? Это ты хочешь стать начальником. Чего ты от нас хочешь? Да. Том! Активатор на 43. Переключай на желтый уровень. Дэнни, выключи этот свет. Не могу. Управление на автомате. Том. Неважно. Стрелки. Обнаружение целей. Сделано. Цели обнаружены. Огонь. Цели уничтожены. Мисс Грэнджер. Как закончите, я вас жду. Деполяризовать дыры. Переключить РВ-1 и 4 в режим ожидания. Я вернусь. Эй, дебил, не хочешь выключить свет? Да, как раз собирался. Хорошо. Ох, блин, как я устал. Займись чем-то полезным. Итак, мисс Грэнджер. Сегодня ваш обычный день? Вроде того. Два астероидных события и все остальное дерьмо. Мы спим с пальцем в жопе. Вы в отряде уже три года, верно? Вы спрашиваете, потому что ваши записи ошибочны, или вы меня проверяете? Вы быстро доросли до заместителя, но, кажется, застряли в должности около года. Как, по-вашему, почему вас не повышают до начальника? Я уверена, что им стану, когда буду готова. По-вашему, вы готовы? Дело не в этом. Думаете, проблема в том, что вы женщина? Что? Ну, я заметил, что за 50 лет женщина ни разу не возглавляла отряд. Вы должны были заметить. Я часто сталкиваюсь с этим. Младший сотрудник вырастает до менеджера среднего звена, а затем упирается в потолок. Исторически сложилось так, что когда это женщина, мужчины скрытые женоненавистники. Женоненавистники? Серьезно? Это все, на что вы способны? Извините. Вы не испытывали снисхождение. Люди вас сексуализируют. Повышения все никак нет. Я не куплюсь на ваши трюки. Мне кажется, вы обо мне плохого мнения. Да. И я тут единственный, трачу впустую ваше драгоценное время. Мне кажется, вы идиот. Мы здесь, чтобы выполнять работу, очень важную, а вы здесь для того, чтобы делать ее еще труднее. Я здесь, потому что мы постоянно урезаем бюджет этой программы последние 40 лет. И знаете, что мы выяснили? Результаты не ухудшаются. Мир по-прежнему существует. Любой идиот поймет, что ваша программа слишком затратна. Мир еще существует, потому что мы рвем свои жопы. А в остальное время вы просто сидите с пальцами в них. Ваши слова, мисс Грейнджер, не мои. Ваши слова, мисс Грейнджер, не мои. Ну вот, если верить интернету, здесь лучшее место для наблюдения за кометой. Что-то я сомневаюсь. Эти бедняги свернули не туда. Черт, здесь яма. Я в порядке. Вы сын Карла Чена? Да. Таково это, быть сыном регенды? Хорошо. Кое-кто считает, что вы здесь только благодаря вашему отцу. Вам ведь нет еще и 20, верно? В следующем месяце исполнится 21. В смысле, через год и месяц. Кое-кого может озаботить тот факт, что в команде находится человек, которому еще нельзя входить в бар, а он несет ответственность за безопасность планеты. Кое-кто скажет, что вы слишком молоды для такого давления. Что скажете, мистер Чен? Ну, я очень надеюсь, что все эти люди ошибаются. Где, черт возьми, Куки? Я его в порошок сотру. В Тхэквондо дерутся лицом к лицу. О, я не планирую нападать сзади. Что ты имеешь против меня? Чего? Почему ты не хочешь, чтобы я стала начальником отряда? Я ничего не имею против. Нет, имеешь, Джон. Ты обращаешься со мной, как с ребенком. Унижаешь на глазах у команды. Я делаю так со всеми. Почему? Всего пара вещей. У тебя неважные очки в стрельбе. И как только ты подтянешься, я всегда набираю больше Ларри. Что ты имеешь против меня? Да не имею я ничего против. Это чушь собачья. У нас сегодня аттестация, и у меня есть право знать, почему. Это Куки? Отвечай на вопрос, Джон. Как видите, комета Локи собрала весьма возбужденных людей на Сан-Сет-Стрим. Что он там делает? За три часа до того, как комета покажется во всей красе. Уже сейчас ясно, что самое интересное еще впереди. Кусок, мама ебаря. Куки в Лос-Анджелесе. Успокойся. Рич ему не звонил. Покричишь на речи утром? В сторону. Мне нужен ответ. Что? Если ты собрался забрать мое повышение, я имею право знать, почему. Думаешь, ты заслужила ответы? Думаю, я заслужила правду. Ты не сможешь принять правду. Ладно, хочешь правду? Ты заносчивая, и пока ты не вырастешь, ты не будешь готова. Довольно? Это неправда. Капитан должен знать его команду, вести их, а не просто пилить и давить на них. А теперь свалила с дороги. Его команду? Тот слезняк был прав. Меня окружают женоненавистники. О, Господи. До тебя так и не доходит. Это не потому, что ты женщина, а потому, что у тебя нет сердца. Возможно, у тебя нет необходимых данных, и ты это знаешь. У меня есть данные, не по моему мнению, а оно идет в счет, и пока ты его не изменишь, начальницей тебе не быть. Пора кое-кому кое-что узнать. Как в Андо, есть старая поговорка. Нам с тобой проливать кровь, а не командовать. Бля, ебать. Ладно, ты этого хочешь? Напротив тебя человек, он или она, враг. А враг не заслуживает пощады. Блядь. Черт, какого хрена, я же говорил тебе... Грязная сучка. Лимонная креветка-мамоебарь. Перченая креветка-мамоебарь. Утка в шпинате-креветка-мамоебарь. Шримп-мамоебарь. Что, сука, дерьма? Возьми трубку. Пошел ты нахуй. Ебучий маму хуй. Блядь, пизда, сука, мамоебарь. Я думаю, у этого слова все же есть пределы. Я должен был смотреть комету с сыном. Ебучий ты... Хуй. Думаю, ты за это заплатишь. И где же теперь твое тхаквандос, сука? Не трожь мою сиську. Что здесь происходит? Отцепись, мудила. Ребят, у нас будут проблемы. Перестаньте драться. Скоро вернется Джон. Давайте драться. У нас будут проблемы. Нам нельзя драться в цупе. Ребят, оно того не стоит. Нюхни мою подмышку. Вы покалечите друг друга. Нюхни. Я сломаю тебе бедро. Ребят, стойте. Я тебе все волосы повыдираю нахуй. Сука. Фу, ты на меня плюешь. Ребят, прекратите. Завали ебало, Дэнни. Азиатский кусок дерьма. Козел вонючий. Съешь мой кулак. Съешь мой кулак. Если продолжите драться, кто-то пострадает. Заткнись. Ну что, получила? Тебе хватит? Блядь. Да. Кто теперь ведет, сука? Отличный удар. Да, как тебе, сучка? Съешь мою ступню. Нюхни мою блядскую... Да. Получай под заслугом, сука. Пригнись к чертовой земле. Кажется, ей больно, чувак. Как ты, Элисон? Элисон, ты цела? Боже, мой живот. Мои яйца. Да, жри землю, жри ее. Боже, я никогда ничего не рожу. Как же больно. Мои яйца так болят. Ебнутая сука. Эй, Сетт, ты споткнулся и упал? Да, да. Об эту трещину в полу? Да, наверное, нужно вызвать техника. Дэнни, я же сказал тебе вытереть пол. На нем вода. Очень опасно. Почему тут все влажное? Да, я лучше вызову техников. Да. Да. Да, я позову их прямо сейчас. Давай, Дэнни. Мне нужен перерыв. Боже. Итак, вы... Зачем вы здесь? А зачем здесь вы? Чтобы выполнять свою работу. Об этом мне судить. Значит, вы хотите... Вы хотите нас прикрыть? Да. Я просто провожу собеседование, мистер Дуглас. Нет никакого заговора. Как ты хочешь умереть? Подальше от тебя. Нет, я имею в виду момент смерти. Быстро и безболезненно. Безопасно. Безопасно? И что это значит? Это значит, хороший ответ, если ты баба. Хотя не все бабы слабые. Ладно, а что бы ответил ты, хуй? Хотя не все хуи козлы. Щеподробилки. Что, как Фарго? Да. Чушь. Да, это чушь, потому что щеподробилка обеспечит тебе нехуйскую боль. В том-то и смысл, пока я буду через нее проходить, испытаю самую острую боль в жизни. В отличие от баб, я приму смерть с распростертыми объятиями, посмотрю прямо в глаза. Очень глубокомысленная чушь. Я хочу сказать, что ко всему нужно быть готовым. Никогда не знаешь, когда у тебя будет плохой день. Матрица или начало? Хороший вопрос. Начало. Серьезно? Да, хорошо поставлено. Там нет черных. Да, но есть азиаты. Азиаты. Что ты делаешь? Просто уронил крутое яйцо. Я пойду прогуляюсь. Джон вернется через минутку. Привет, друг. Привет. Значит, мы остались вдвоем? Да. Мы как мудак и Костелло. Да. Забавно. Слушай, ты никогда не задумывался, есть ли у тебя необходимые данные? Чего? Ну, данные. В смысле, когда настает критический момент, ты блистаешь или колешься? Почему сегодня все меня об этом спрашивают? Нет. Я не задумываюсь о таких вещах. Я крутой мамоёбрь. Черт, погоди, что-то вылезло. Координаты. 5, 6, 3 на 5, 9, 3. Ясно. Джон. Элисон. Нет, погоди, погоди. Мы сами справимся. Включай локатор. Нам, наверное, надо... Черт. Второй бегун. Координаты. 5, 6, 4 на 5, 9, 2. Черт. Что? Метеоритный дождь. Отличное владение боевыми искусствами – это плюс. Но его демонстрация на рабочем месте неприемлема. Разве вы не согласны? Чего вы хотите? Вы заставляете меня говорить эгоистично. Чего хочу я? Того же, что и все остальные безопасности для человечества. Я лишь считаю, что ваши маленькие группы – тому помеха, и вас необходимо заменить. Позвольте представить вам будущее – автоматические ликвидаторы астероидов. Эти ноутбуки управляются компьютером, который уже установлен. Они вас заменят. Всех вас. Они будут ловить каждый камень, падающий с неба. Мы назвали эту систему «Скайнет». Серьезно? Типа как компьютер, который стер человечество с лица земли в фильмах про Терминатора? Их все больше! Джон Эллисон, кто-нибудь! Том, проснись, Том! Черт, не могу стрелять! Не могу стрелять! Что? У меня перегрузка! Свали нахуй отсюда! Так. Возвращаю импульсную частоту. Дэнни, пятиминутный инженеринг. Черт. Блять. Ладно. Я тебя не понимаю, Сет. На главном генераторе есть петля обратной связи, Дэнни. Все зависит от тебя, чувак. Нет. Блять! Сет! Сет! Какого? Нет. Сет! Джон! Эллисон! Тревога! Тревога! Хотите, чтобы я подписался под этим дерьмом? Ну, как оказалось. Хотя парни из Вашингтона и не против срезать вам бюджет, они уверены, что нам нужны космоломы. Мы вам нужны? Нет. Не нужны. Больше нет. Больше нет. Я хочу быть объективным. Я хочу, чтобы вы просмотрели эти данные и подтвердили, на что способен Скайнет. На что он будет способен. Как видите, Скайнет просчитывает все возможные астероидные угрозы, даже лучше великого Карла Чена. Нет. Проклятье. Я хочу, чтобы вы ушли, Джон. Вернулись к нормальной жизни. Например, открыли бейсбольный магазин. Имели настоящее отношение. Нет. Нет. Были хорошим отцом. Давайте признаем, вам не по душе эта работа. И теперь впервые вам не нужно ее выполнять. Да что ж за хуйня-то? Черт. Нет. Нет, пожалуйста. Нет. Нет. Пожалуйста. Пожалуйста. Нет. Столкновение с астероидом через пять. Четыре. Три. Нет. Два. Один. Ага. Кто у нас тут трусишка? Не справился с напряжением? Посмотрите-ка на это. Посмотри на себя, чувак. Ты на полу. Ты жив? Ты купился на это дерьмо. Что тут за запах, я чувствую? Не смотри на меня. Джон сказал, что я могу запустить новый сценарий. Что? Да не будь ты таким. Разбирайся сам, приятель. Что за хуйня тут произошла? Запустил новую программу. Я за Кабаяси Маруил это место. Смоделировал ситуацию с заведомо проигрышным сценарием. Тупак не продержался и пяти минут. Размазался как дерьмо по стенке, а мы еще даже не дошли до лучшей части. Я всем говорил, что Дэнни чурка. Ну в смысле слабак, я же не расист. В этом сценарии нельзя победить. Какая часть Кабаяси Мару тебе непонятна? Ты Дэнни сказал об этом? Не то, чтобы конкретно. Он знал, что это была учебная тревога. Не то, чтобы конкретно. Джон, кстати говоря, Скайнетт разрешил эту ситуацию безупречно. Да, да. Я ухожу. Значит, теперь я главный. Выключаем это дерьмо. Да. Теперь я тут хозяин. Мама-ёбарь. Дэнни? 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 Да. Кто твой мама-ёбарь? Я твой мама-ёбарь. Я номер один. Я номер... Я номер один. О, блядь. О, блядь. Дэнни? 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 Внимание всем лохам-полуночникам! Остался всего час до появления кометы Локи. Постарайтесь воздержаться от дрочки, космические ботаники, ведь мы знаем, вы этого хотите. Дэнни? Я не гожусь для этой работы. О чём ты говоришь? Ты рождён для этой работы? Нет. Я был рождён. Но я не мой отец. Никто тебя и не просит быть им. Все меня просят быть им. Все хотят, чтобы я был им. На этой работе ты должен спасать мир каждый день. Не надо. Да. Не надо плакать. Брось. Давай, Дэнни. Подумаешь, плохой день, правда? Да, конец света. Чёрт. Так, так, Дэнни. Дэнни? Дэнни. Слушай, ты у нас лучший стрелок. Сет прав. Я слабак. Нет, нет, ты великий космолом. Мы тебя любим. Я тебя люблю. Ты нужен миру. Ты нужен нам, Дэнни. Ты нужен нам. Какого хрена? Ты сказала, что я тебе нужен. Ну вот, блин. Нет, нет. Я сказала, что ты нужен нам, коллективу, команде. Соберись уже и возвращайся к работе. Чёрт, как я ненавижу людей. Блядь. Моё колено. Моё колено. Иисус. Ух ты. Через эту штуку видны кольца Сатурна. Иди посмотри. Спасибо, Роджер. Может, позже. Серьёзно? Знаешь, говорят, когда ты увидишь звёзды по-настоящему, твоя душа обретёт покой. Эй, где ты пропадала? Я что, единственный здесь знаю, что означает добросовестная работа? Да заткнись ты, где Сет? Давай же. Боже, мои яйца. Спасибо. Знаешь, нигде больше во Вселенной нет такого. Держать вот пламя, словно игрушку, вдыхать его ради своего удовольствия и выдыхать его, словно ты сам Созидатель. Это так эрегантно. Через шесть лет, два месяца, пять дней, девятнадцать часов и тридцать две минуты с этого момента Землю накроет астероидный дождь, настолько мощный, что он сотрёт всё с лица Земли. Настолько крупные, что ничто его не остановит. Простите. Вообще-то, уже через девятнадцать часов и тридцать одну минуту, но... А, и кстати, и ты единственный на планете, кто может её спасти. Без тебя все погибнут. Жизнь на этой планете исчезнет. Зачем ты мне это говоришь? Просто подумал, что ты должен знать. Что? Потому что, когда ты видишь лишь один набор следов, это значит, что тебя нёс я. Ты что, дурачишь меня? Джон. Нам не надо выбирать свою судьбу, но мы всегда должны выбирать. И что же мне с этим делать? Что и всегда. Господи. А, иди-и. Комета Локий Эй, ребята, этого не может быть. Чего не может быть? Огромный огур только что пересёк жёлтый. Наверное, какой-то глюк. Том, дай-ка живую картинку. Живая картинка. Живая. Это не Огр. Это Балрог. У нас будут проблемы. Погоди, он говорит? Том, полный заряд. Дэнни, огонь. Что? Нет, нет. Уже слишком поздно. Он врежется в Огра. Блядь. Может, мне не стоило так рано выпивать? Квадрат С. Три-два-четыре на пять, на семь, на три. Их слишком много. Наведение. Просто тащи свою задницу сюда. Сраные яйца меня убивают. Что там происходит? Притормози. Буфер переполнен. Слишком много астероидов. Компьютер не может выполнить необходимые вычисления. Что это значит? Красный уровень. Том, очисти, ёбаный буфер. Я работаю над этим, чёрт повери. Элисон, я не могу стабилизировать экран управления. Что это за поебень? Джон, их слишком много. Они прорываются. Какого хуя? Чёртов сет. Мы не сможем выключить эту тупую программу. Мы не справимся. Народ, соберитесь. Это дерьмо реально происходит. Блядь. Дэнни, у нас приближение к КРВ-4. Дэнни! Дэнни? Дэнни! Извини, Джон. Забудь об этом. Просто стреляй. Что за хуйня происходит? Элисон? Я занимаюсь этим. Готовлю двигатели. Дэнни, захвати и тех двоих. Дэнни, ты бьёшь мимо. Квадрат 4 и 6, 8, 1. Дэнни, Джон, группа астероидов в квадрате 8. Давай, Дэнни. Дэнни, он таранит истребители. РВ-1 и РВ-3 вышли из строя. Слабак. 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 Дэнни, слабак. Слабак. Дэнни. Слабак. 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 Дэнни. Дерьмо. Блядь, нет, соберись, Дэнни. Какого чёрта там творится? Блядь, нам работу надо выполнять. Элисон, верни его в строй. Давай, Дэнни, ты сможешь. Дэнни, ты нам нужен, ты лучше. Помнишь, что я сказала, что ты лучше перед тем, как тебя ударить? Дэнни. Дэнни, ты же лучше, так ведь? Дэнни, мы все покойники, если ты не соберёшься. Все, кого мы любим, погибнут. Просто соберись. Джон, я не знаю, что делать. Элисон, бери управление. Я не стрелок. Немедленно. Думаю, вашим Скай найти дыра. Дэнни, Дэнни, посмотри на меня. Эй, эй, соберись. Слушай, Дэнни, слушай внимательно. Следующие 10 минут между жизнью и смертью только мы. Я не могу. Это слишком. Дэнни, Дэннис, слушай. Я знаю, у тебя был плохой день, но мы не вернёмся к нормальной жизни. Я знаю, тебе не нравится эта работа. Я понимаю, я тоже её ненавижу. Но я её выполняю не потому, что люблю эту работу. Я её выполняю, потому что люблю сына. Нет, 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 нет. Всё летит к чертям. Мы потеряли РВ-4. Мы спасаем мир каждый день, потому что это наша работа. Когда наши жизни разваливаются, мы не разваливаемся. Нам нельзя. Мы, космоломы. Это наша работа. Может, ты и не так хорош, как твой старик, но мне правда на это наплевать. Мне нужно, чтобы ты собрался. Собрался так, как никогда раньше. Это всё в тебе есть. Нам грозит катастрофа. Знаешь, откуда я это знаю? Откуда? Потому что ты... Главный хуй сосун. Да, скажи это. Я главный хуй сосун? Джон, у меня не получается. Ещё раз. Джон, Джон, я главный хуй сосун. Снова. Джон, я главный хуй сосун. Громче, я главный хуй сосун. Громче, я тут главный хуй сосун. Блядь, Денни, если я вытащу нас из этого дерьма, я у тебя отсосу. Хорошо. Перехожу в ручной режим. Я смогу. Потрясающе. Он космолом. Как мой отец до меня. Я только начал, сучки. Не зазнавайся, парень. Блядь. Блядь. Вот оно, выходит это говно. Вы не пройдёте. Слушай, я знаю, ты расстроен, что рядом нет Джона. Ясно? Я хочу... Эй. Я просто хочу сказать, что я не твой папа. Но ты можешь на меня положиться. Я знаю, это должно быть больно, что вместо того, чтобы быть здесь, с тобой, сегодня он на работе, занимается тем, чем он там занимается. Но послушай, ты классный. Это он пропускает это событие со своими друзьями, неудачниками. И своей паршивой работой со своими коллегами, неудачниками. Я хочу сказать, что он неудачник. Он самый главный неудачник, понятно? Он же не спасает мир, или что-то вроде того. А на меня ты можешь положиться. Не смей унижать моего папу. Что бы он там ни делал, я знаю. Он делает это ради меня. И это не твоё дело, понял? Ясно. Я чувствую это своей задницей. Ну что, дашь пять? Дай пять. Что такое? Почему ты спишь? О боже, отлично. Доброй ночи. Мама ёбарь! Отброс! Эй, дай пять, Том. Иди сюда. Иди к мамочке. Я смотрю на вас, отбросов из острова потерянных игрушек, и рыдаю, что мир в ваших руках. Человечеству лучше бы послужило труп подрессированных мартышек, чем такие, как вы. Но, как оказалось, Министерство труда строго запрещает принимать на работу приматов. Так что, пока я не смогу найти вам подходящую альтернативу, вам придётся остаться. Пока что. Мама! Джон, тащи свою жопу сюда У нас пожар Отлично справилась Спасибо Нет, правда, ты правда была хороша Возможно, я ошибался насчет твоего повышения до капитана Если хочешь, могу замолвить за тебя словечко перед ричем Нет, спасибо Но ты прав Мне нужно еще немного времени поработать над своими навыками Джон, мне правда жаль Хорошо, потому что теперь он какое-то время не будет со мной разговаривать Привет, Рич Извини, что надрал тебя в Меча-роботе А ты извини, что я заставил тебя думать, что из-за тебя произошел конец света Мирс? 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 Ладно, ладно, чувак Элисон Сегодня ты была прекрасна Это все, что ты получил? Никакого отсоса? Может, в следующий раз Все нормально Все прошло ништяк Погоди, что за хуйня? Что за хуйня только что произошла? Эй, а как же я? Как мне заслужить отсос? Элисон, сегодня ты была прекрасна Блять Блять Ебаный ты в рот Ебучие мексикосы Блять Нам нужно укреплять границы Говорю вам Как я теперь ебать до дома доберусь? Кто, блять, меня домой подвезет? Чертовски рано Надеюсь, кто-то умер Привет, пап Привет, приятель Привет, пап Ну, как тебе комета? Скука Как тебе работа? Скука ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров 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 А.Егорова